Медиагруппа «Авангард» представляет Ну что, мы продолжаем сок-форум в этом зале. Я тут, похоже, немножко окопался. Тема нашей секции, точнее, круглого стола. Мы хотели, наверное, знаете, про что поговорить? Много разговоров и много рассказов идет про тематику инстинкт-респонса, диджитал-форензик, как вообще компании реагируют на атаки. И тематика того же самого threat intelligence все больше фокусируется на разговорах про индикаторы компрометации, фиды и так далее. Но на самом деле мир киберпреступности гораздо интереснее, гораздо живее, гораздо бодрее. И сейчас хотелось поговорить, в первую очередь, про него самого, как он устроен, что поменялось за последние годы, есть ли какое-то влияние пандемии, есть ли влияние цифровизации на то, как та самая темная страна себя ведет и как она вмешивается в нашу жизнь, что меняется в их техниках, подходах, и как нам на это все нужно реагировать. У нас очень хорошая компания собралась. Не знаю, слева направо, справа налево, неважно. Евгений Волошин Бизон, мы без должностей, мы тут как-то без рубашек практически. Алексей Новиков Позитив и Сергей Голованов Лаборатория Касперского. Ну что, предлагаю тогда начать. Начнем, наверное, мы в онлайне, нас слушаются очень разные по опыту, по погружению в тематику люди, поэтому, наверное, хочется начать скорее такой про экосистему. Экосистема, общий термин, модный в последнее время, много у кого она зарождается. На той стороне тоже есть некоторая экосистема. Злоумышленников, подход, взаимодействие. И, наверное, те из вас, кто считает по-прежнему, что на той стороне сидят Робин Гуды или вот эти одинокие хакеры, которые смотрят в дезассемблированный код и на самом деле в одиночку ломают компании, сериал Мистер Робот, например, да. На самом деле все не совсем так. Это, наверное, первый топик, первая тема, про которую хотелось поговорить. Как вообще устроена экосистема Даркнета? Кто там живет? Что там за таинственные обитатели? Если есть желающий начать, готов передать слово. Жень, давай. Так. Ну, всем привет. Во-первых, спасибо большое Вове. Он тут окопался и за организацию, и за то, что нас собрал, и за то, что тему интересную подкинул. Что касается злоумышленников, да, очень верно было замечено, что вот это вот, во-первых, хакинг for fun или там вот эти вот Робин Года-одиночки, это, наверное, все-таки та история, которая в прошлом. Если мы с ребятами собирались, когда готовились к сессии, все сошлись в том, что кибергруппировка обычная, похожая, очень сильно похожа на айтишную компанию. Про это уже много было рассказано, там тереть одно и то же нет смысла, но то, что они эволюционируют, и у них становится просто уже не как айти-компания, а как айти-компании по сферам, то есть мы занимаемся этим, мы занимаемся там трафферы, это чисто дропы, и они тоже там серьезно автоматизировались, вот эти ребята занимаются чисто проливом, то раньше все же это было в одной компании. Сейчас идет уже такая сегментация, это уже такой серьезный бизнес, где люди делят поляну. Ну вот, интересный случай был, делят поляну, как делят поляну кибергруппировки. Буквально в нашей соседней стране, не в нашей, а в соседней стране, ребята, которые колл-центры, мы немножко поговорим про это попозже, они очень активно из Даркнета скупают любые сливы, базы данных и так далее, проверяют их, обзванивают, это, наверное, основные потребители баз данных, которые там так или иначе появляются. Так вот, они не поделили между собой сезонное влияние и просто устроили в а-ля 90-е, это можно, наверное, даже в некоторых новостях найти, но не в больших. Они просто с оружием, с автоматическим оружием приехали на разборки и пострелялись. Вот такие хакеры 21 века. Так, ну, ребят, дополните. Давай по очереди я продолжу. Действительно, ты бессовестно озвучил тезис за всех, то, что это все рассказал. Я чуть-чуть добавлю некоторых красок и штрихов. Хакеры-одиночки, которые ломают для фана, наверное, их действительно практически нету, это вымирающий класс. А если они есть, если они появляются, то они очень быстро, я бы сказал, на этом своем фане попадаются. То есть, ну, наверное, кейса 2 я могу вспомнить за этот год, когда действительно была история, что человек, ну, просто почитал по своей неразумности, то есть школьник, студент, пошел попробовать сделать вот это, вот это. Да, он молодец, он почитал все в интернете, он включил пару VPN-ов и так далее, но все равно в определенный момент времени он спалился. Поэтому этот класс, он все-таки действительно вымирающий вид, и эти два кейса, это скорее история, которая демонстрирует то, что их становится все меньше и меньше. По поводу полноценных коммерческих структур, да, это хорошие крупные компании, где-то поменьше компании, с отраслевой спецификой, временами с географической спецификой. Во главе всегда стоят, как я говорю, эффективные менеджеры, которые очень четко считают, сколько они потратили денег на атаку, сколько заработали, насколько этот бизнес прибыльный, неприбыльный. То есть прям видно, как они выбирают жертвы, кого атаковать. И мы сегодня на СОК-форуме. На СОК-форуме очень много обсуждают СОКи, MSSP-модели и так далее. И эти тенденции доходят до них тоже. То есть там не то, что есть компании, там есть компании, которые предоставляют сервис другим игрокам этого рынка. И это та действительность, которую нам надо учитывать. Спасибо большое. Учитывая, что вы вообще все рассказали. Надо было первым брать микрофон. Давайте я тогда подведу немножко такую суммирую всю полученную информацию о том, что можно представить себе, кто стоит за инцидентом, три таких сущности. Первый – это действительно человек-одиночка. Это такой, не знаю, стартапер, давайте его назовем, вундеркинд. И он одиночка делает все в единственном. Он же и менеджер, он же и уборщик на своей кухне и так далее. Вторая – это организованная преступность. Если говорить про примеры, то это лурк. Соответственно, там несколько десятков человек с очень хорошей организацией, с сервитерными менеджерами, разделением труда и так далее. Третья – это такая гибридная структура. Это то, что называется партнерки. Где люди входят в преступное сообщество, тут же выходят. У этой организации нет определенной структуры. Все заходят, получают свою выгоду и выходят. И если мы говорим про время, то есть про цикличность, то сейчас, на самом деле, мне кажется, что мы однозначно ушли от хакеров-одиночек. Мы практически ушли от организованных групп. И если посмотрим на новости от атаки шифровальщиков, то это как раз вот эта гибридная структура, которая сейчас модная, современная, и она, собственно говоря, приносит нам больше всего проблем, больше всего контента для конференций. И мне кажется, что лет через 5-10 это колесо из этих трех сущностей, оно перевернется, и мы все-таки когда-нибудь довернемся опять же к хакерам-одиночкам организованной преступности и так далее. То есть ты прям прогнозируешь, что хакеры-одиночки вернутся? Да, знаешь, сколько уникумов, в том числе и в нашей стране. Есть специальные школы для одаренных детей. Модно, современно, молодежно. Да, по части школ, конечно, термин хакинг, пентестинг и там все прочее все больше становится нежелательным для названия конференций, мероприятий, обучения, CTF-ы потихоньку превращаются в мероприятия по практической безопасности. Но это, наверное, такой тоже тренд, который скорее хороший для отсутствия, как сказать, евангелизации брендом от этого самого хакера-пентестера, хотя местами, конечно, влияет в негативную сторону. Можно, это как раз прокомментирую. Я считаю, может быть, не очень сейчас правильно вообще по повесточке такое говорить, но я считаю, что толерантность многие области губит, потому что, когда мы продавали это как хакерство и как некоторую ароматизацию профессии делали, ребята шли, у них глаза горели и у них оставались вот этот горящий взгляд. Главное, это все направить в правильное русло. Все же знают, зависит от того, какая у тебя компания в детстве. Ты обеспечиваешь человеку правильную компанию, не губи эту ароматизацию вот этими вот шильдиками. Вот, это не CTF, это по практической безопасности. Ребята молодые хотят слышать, хакер хотят слышать вот эти вот все слова странные, которые вот у нас сейчас улыбки вызывают. Но только так и можно привлечь, наверное, молодежь? Сейчас я думаю, у тебя много комментариев. Давай, давай. Все хотят Анжелина Джоли, да, как фейд-хакер. Да, да, да. Вот, они же молодые, что им нужно? Ну или, по крайней мере, какой-то пароль рыбомеч, когда он ломал наш король. Да, нужно очень быстро ввести пароль. Очень согласен. Это необходимо. И если посмотреть, на самом деле, про истории, ну, соответственно, есть у нас статья Уголовного кодекса, и можно там посмотреть, что там было за люди, за ними стояли. И то можно, на самом деле, посмотреть, что на самом-то деле у этих молодых людей что-то в жизни просто сломалось по дороге. То есть они не попали вот в тусовку как бы вот в этом зале. То есть не попали в нормальную белую струю как бы и ушли. Белую струю. Так. Вот они все время придираются к моим словам. На светлую сторону силы. Хорошо, на светлую. Спасибо, спасибо, Алексей. Поэтому что-то пошло не так. Темная сторона манила деньгами, а деньги в какой-то момент очень сильно потребовались. Ну, то есть, не знаю, там родители заболели, кредит не выплатил, ребенок родился. Ну, такая жизненная ситуация. И в этот момент все, сломались. Перешли и обратно, кстати говоря, уже не вернулись. У меня тут есть свое спецмнение, если честно. Я последние 4 года много работаю со школьниками, студентами. Просто только у меня программу в Сириусе, вот на одной из смен. Там, причем, даже не студенты, а школьники. Это 8-й, 10-й класс. Ну, такие тоже. Опытные пентестеры. Точнее, как CTFщики. И у нас, в финале у нас идет некоторая конференция, мы же говорим про этику. Ну, и ребята же довольно открытые, они же еще не чувствуют вот этого, как это... ОК РФ. Ну, да. Или как-то длани правосудия. И кто-то из парней задает вопрос, говорит, слушайте, а вот если я сейчас нахожу уязвимости и продаю в Даркнете, это плохо? То есть не если я найду и продам в Даркнете, а вот я нахожу и продаю. Вот это плохо или хорошо? Вот. И моральные ориентиры в этом месте, особенно у молодежи, особенно при возможности легких денег, довольно сильно смещены. Поэтому до того, о чем говоришь ты, Серег, нужно на ком-то записи еще дойти. И поэтому я скорее говорю про отсутствие романтизации. Мне кажется, что работа, которую занимаются практически все на сцене, ну, я в меньшинство в следующей части, это вот такая Дэфир, Digital Forensic, Институт Респонд, тоже очень романтичная. Это вот, не знаю, кто-то хочет быть Глебом Жегловым, кто-то хочет быть Шерлоком Холмсом, кто-то, кому-то нравится Мисс Марпл, женщины в нашей отрасли тоже существуют. Но тем не менее, романтизация может быть разная, и вот это такой очень важный акцент. Тут скорее вопрос в другом, то что на текущий момент цифровые технологии, они доступны, они очень доступны. Любой школьник может открыть, как там это называется, дневник школьника и попробовать исправить себе оценку. Ну ладно, попробовать. Понятно, что это серьезные ресурсы, у него это не получится с большой долей вероятностью. Но в то же время, с чем я сталкивался, очень часто, когда общаешься с молодыми ребятами, в том числе, которые приходят на стажировку к нам в компанию, у меня есть один из вопросов. А ты деньги как-нибудь зарабатываешь? Не поверишь. Некоторые прям как на духу. Он говорит, да, я там периодически чуть-чуть там шабашу, а что делаешь? Ну, я вот там почитал статейку на таком-то форуме, а дальше Google, начинаю открывать, вот вставляю, смотрю, если где-то нахожу, пишу им письмо и предлагаю мне заплатить. Пауза. Что с ним дальше делать? Где пошло не так что-то? Серега, что у него сломалось? Что пошло не так, что сломалось, я тебе скажу. Все мануалы доступны для темной стороны, они доступны, собственно говоря, вступай и компилируй. А вот методы проведения криминалистического там анализа, это очень закрытая тема. И получить доступ, например, к работе инцидент-респонзора, нельзя. Тред-хандера, ну, человек, который, школьник, который хочет заняться тренд-хантингом, ну, это, блин, попробуй найти такого. И дальше аналитика сока. Вот, давай так, это, смотри, с одной стороны сок и аналитика, с другой Анжелина Жали. Нормально, легко, дома поставил, съем, настроил, расширенный аудит, завел в источники, написал пару корреляций, подключил все утюги и чайники. Кстати, очень хороший момент, ты говоришь, вот что с ним делать, а теперь вот давайте, вот мне просто интересно, фэйрплей на сцене, просто скажите, вот так с микрофона, кто в своей жизни, вот по молодости, когда только начал увлекаться, вот этим, а, положил микрофон, да, не переступал какую-то грань, ну, или эта грань появилась позже, да, давайте вот так условно, закон эти позже приняли, но вы делали которые, вещи, которые можно обозначить серыми. Вот, я точно признаю, что, как бы я делал какие-то такие вещи, никакого там аффекта ни у кого не было, но они могли трактоваться по-разному и привести к разным вещам. И это тоже какой-то интерес рождает, потому что хочется что-то запретное потрогать, попробовать. Так, Сережа, ну, мне очень интересно. У нас, я тебе больше скажу, как бы у нас крякерство, ну, то есть программу, сделать таблетку, отучить программу от жадности, это отличный был челлендж. Причем, более того, если говорить там, мы, вот я, например, делал такие таблетки, я же их не распространял, я что, дебил? Нет. А вот посмотреть. Даркнет не выкладывал. Какие-то, да какой Даркнет, Дарквеб, BBS-ки были, ребят, интернета нормального не было. То есть нормально сложил, и дальше у тебя есть следующий софт какой-то. И, опять же, откуда это взялось? Это взялось из компьютерных игр. Ну, нужен мне там, не знаю, весь пингаз, вот здесь, чтобы пройти эту миссию. А у меня есть дебаггер. Ну, я знаю, как дебаггером пользоваться. Все, раз, два, я прошел миссию. Так, Вова, Леша. Учитывая свое предыдущие... я границу закрыл, дальше начинается сложнее. Да, да, быстро. Скорее, нет. Для этого есть легальные методы, чем уходить в серую зону. На самом деле, вспоминая истории, свои истории, это действительно какие-то конкурсы между техническими вузами, CTF-ы. В то время уже начали появляться первые CTF-ские истории. Ну, а дальше интересная работа, на которой можно было делать много чего. Мне кажется, в то время даже не надо было заниматься каким-то хакингом для того, чтобы получать чужие данные. Вот, если сейчас как-то стикеры на компьютерах появляются не сразу, то в то время, не знаю, вот я из Омска, сам родом, едешь полтора часа до университета, заходишь в учебный класс, у тебя час работы в интернете, и у чуда, в открытом браузере слины все пароли предыдущих участников, так что, в общем, как-то особо ничем заниматься таким не требовалось. Ладно, мы начинаем, по-моему, больше романтизировать историю, чем бороться с ней. Вот, я бы, наверное, хотел вернуться чуть-чуть обратно. вот, когда мы говорим про сервисную модель, вообще вокруг сервисной модели, у меня есть несколько любимых моих кейсов вот, с той стороны. Первый – это про премиум саппорт. Вот там, есть компания, которая разрабатывает молварь, и вот мои любимые объявления, есть базовая поддержка. Мы пишем вам вирус за такое это время в такие-то сроки. А есть премиум. Если мы написали вам вирусное ПО, антивирус или песочница его обнаружила, то мы в течение трех часов исправим свою недоработку, сделаем новое вирусное, которое не будет обнаружено всем вот этим. И это вот такой для меня кейс номер один. А второй, когда мы говорим про сервисную модель, тут все мы, так иначе, компании коммерческие, важная история – это пиар-маркетинг. Да, вот. Мы про это говорили на прошлой секции, когда говорили про все коммерческие сроки отказывались от того, чтобы плохие проекты все-таки записывать себе в пиар-лист. Говорили, ладно, так уж и быть, раз уже заказчик большой, то мы все-таки его примем. И там прям схожая история. Вот я как-то зашел на сайт, смотрю, а там прям такое конкурсное пизо написано. У нас есть 10 людей сертификатом цех, 6 людей сертификатом джак, а еще у нас 10 это работы в индустрии, подтвержденные референсы, а дальше вот это все, знаете, как в хорошем резюме. Что там принято писать, я все не забываю. Клиентоориентированность, стрессоустойчивость, но добавляется пункт анонимность. И приходишь, думаешь, блин, классно, надо забрать себе, вот анонимность вычеркиваешь, можно писать в этом месте хорошее тезо для коммерческого сока. И это прям такая бомодельная история. И вот вообще, не знаю, темы пиар-маркетинга и продвижения на темной стороне, вот вы со своей стороны как оцениваете, Серег, наверное, с тебя начнем, давайте по кругу будем бегать в обратные стороны. Ну, я скажу, что это абсолютно нормальная история. Есть сайт хэ-хэ, и там можно найти огромное количество, причем резюме, последнее, последнее, ну, это явно был лол какой-то, потому что там чувак выложил резюме ботовода, то есть администратора ботнета. То есть с большим опытом, ребят, если что надо, там есть контакты. А если мы говорим про то, что это нормальный бизнес, нормальные компании, это абсолютно так. И более того, ну, давайте такую историю. Вот откуда ты говоришь историю про то, что мы вам, если там задетектили, мы вам сделаем частяк, да, за там за три часа. Хочешь, я тебе расскажу, как с нашей стороны это выглядит. Люди приходят, покупают антивирусы корпоративные. Ну, то есть там типа на 15 компьютеров, причем штук 20-30 разных версий. То есть и песочницу, включают телеметрию и начинают подсовывать нам, значит, в антивирусы разные версии своих программ и перестают это делать, как только, значит, появился тот самый частяк. Вот. И дальше, что мы делаем? Мы, естественно, все про это знаем и начинаем детектировать все эти программы, причем из серии, что, ну, они же нам заплатили за детекты, ну, они же наши официальные клиенты, поэтому, что мы делаем? То же самое детектим. И если мы говорим про то, что если там какая-то специфика, то однозначно тестировщик, значит, разработчик, более того, можно найти тикетную систему, где, собственно говоря, баги заводятся и так далее. Но еще разок, это очень часто имеет отношение именно к организованной группе. То есть, если мы говорим про шифровальщиков и про партнеров, то там такого уже не будет. Тут уже, как бы, ребята берут массовостью и каждый человек уже отвечает, ну, как, отвечает за свою работу головой. И вот с ними проблема. Я даже не знаю, ты все рассказал опять. Потому что я первый отвечал. Это вам за первый вопрос. Поняли? Ну, смотрите, тут мне тоже особо нечего добавить, но мы уже просто про это сказали, там, в первой части это бизнес. А вот если мы пользуемся в наших компаниях услугами маркетинга, мы понимаем, что нужно делать, там, HR-бренд, что нужно делать, ну, допустим, про ха-ха, что нужно делать бренд коммерческий, чтобы продать свои услуги. Это все приходит к ним. Какие-то вещи у них даже раньше появляются и быстрее, но это из другой немножко области. Но это просто бизнес. Они действуют и живут по тем же законам, что и мы. Ну, я или ты? Есть профессия, которая не была, например, злоумышленников в 2019 году, появилась в 2020 году. Это переговорщик. Это человек, который знает язык. То есть, есть, например, жертва шифровальщика находится, не знаю, ну, давайте какой-нибудь там. Ну, в Италии. Нужен человек со знанием итальянского языка, который на чисто итальянском объяснит жертве, что надо платить. И будет это делать так, ну, как профессиональный, ну, то есть, как продажник. И при этом, что и случилось, изменилось в 2020 году, то, что раньше пошифровали, ну, и, соответственно, заплати деньги и живи спокойно. А в 2020 году начали сливать данные, отключать бэкапы и использовать это как еще один способ давления на жертву, чтобы она заплатила. И появились люди, которые занимаются data exfiltration, и это очень актуально в Европе, потому что там-то регуляторы с GDPR, они очень к этому серьезно относятся. И получилось, что у нас вот в этой такой, в партнерке появились люди, которые должны отключить бэкапы, собрать критические там персональные данные с компании. Отдельная роль. Ты попробуй в итальянской компании найти, что из этого вот это вот персональные данные. И после этого еще попробуй договорись с ними. Ну, ребят, ну, как бы профессия, целая профессия. И таких много. Осталось только правильно отклассифицировать эти профессии, понять, насколько... Писать, писать в схемку, да? Да, в схему, и насколько ну вот в этих атаках шифровальщиков переговорщики, те, кто извлекает данные, все-таки задействованы в этих инцидентах, и что им должно в итоге грозить. Я тебе скажу так, что вряд ли они не в курсе, чем они занимаются. То есть есть такие штуки, когда, например, людей, программистов используют в темную. То есть они пишут какой-то модуль, и они типа, а мы не знали, нам дали ТЗ, мы на него написали. А где то, что это там, поэтому ТЗ где-то там банк обокрали, ну и как бы фигня. Понимаешь, с переговорщиком тяжелее. А я не знал, я думал, он что-то продает в систему бэкап-копирования, что ли? Не, но, кстати, с программистами это еще он может догадаться. Ну, камон, ты все равно же видишь, какой кусок ты пишешь, чего, какая функциональность, чуть не сказал, какой функционал. Прошу прощения, тут ребята из Мефи сидят просто. Вот, соответственно, а есть люди, которые бухгалтеры, есть люди, которые обеспечивают какие-то там потоки. Мы видели компанию, там, группировку, которая, к счастью, уже поехала там куда-то. Вот, впоследствии, собственно, там они даже налоги платили. Ну, то есть, это вот, это такая common story, common stories, с которой там мы все просто смеемся, что это ребята, которые еще и генерят деньги государству. Ну, это прям, я когда первый раз с этим столкнулся, мне это прям очень удивило и позабавило. На хорошую тему зашли. На той стороне появились сейлы. Когда мы переходим в нашу реальность, возникает, наверное, в принципе, возникает конкуренция, еще будет возможность сбивать цену. Вот, как история с сбиванием цены работает на той стороне? Мы это обсуждали с вами? Давайте как-то поделимся. Я сразу оговорюсь. Естественно, мы понимаем, что контрольная закупка это UREM. Да. И это, конечно же, мы сами так делаем там в рамках каких-то уголовных дел и так далее, чтобы все понимали в этом зале. Да, покупать нельзя. так сказать, не шутка, это кроме шуток. Но действительно, когда идут взаимодействия со злоумышленниками, они в принципе уже говорят цену, которую готовы сбивать. Ну, то есть, опять-таки, как в жизни в живой, ну, в смысле, не на светлой стороне, чуть не сказал, на белой стороне, не как в Дракнете. Там можно, собственно, торговаться и иногда уронить в два раза. То есть, это, причем, когда, если ты этого не делаешь, это вызывает подозрение. Ты на следующий стейдж, чтобы там на какие-то данные развести и попытаться генонимизировать, генонимизировать. Не, просто замютили. Куда без этого? Ну, совершенно верно. Более расскажу. Обычно даже во время инцидентов по шифровальщикам, вот прям недавно я выезжал и там владельцы компании, ну, во-первых, владельцы компании интересуют, что, значит, первый вопрос, платить, не платить. Поэтому, значит, и вот начинается вот это вот, я не знаю. Второе, это даже если, например, там пошифровали, могли ли там украть персональные данные. и если говорим про там, например, шифрование бухгалтерии, а вообще из бухгалтерии деньги украли или нет? И, собственно говоря, вот на эти вопросы ты все отвечаешь. И что касается переговоров со злоумышленниками, и, ну, компания берет на себя, собственно говоря, у них есть официальный человек, и вот, например, начинает он с ними разговаривать. Обязательно сбивать цену. Я абсолютно согласен с тобой. И даже, потому что злоумышленники очень часто, они просто реально не понимают, кого они поймали. Ну, то есть, правда. То есть, зашифровали компанию, файлы все зашифрованы, дату эксфильтрацию никто не делал, поэтому, что там зашифровано, это, не знаю, курсовая какой-нибудь студентки или там стратегия развития кого-то-нибудь там, чего-нибудь до какого-нибудь года, неизвестно. И, ну, лет пять назад, например, у нас были случаи, когда реально там чуть ли не там не за 500 рублей, буквально, расшифровывали огромные компании. Сейчас, к сожалению, учитывая, что 20-й год, и вот есть данные, что дата эксфильтрации происходит перед шифрованием, это уже, к сожалению, так просто не работает. И более того, есть такая, у злоумышленников, если ты говорил про стрелять в телефонный, ну, колл-центр, да, устроили стрельбу, то есть другая история, что картельный сговор, и если мы говорим про шифровальщиков, то чаще они между собой договорятся, чем, зачем конкурировать в физическом мире, полный контакт, зачем? Вам вот эти, как в свое время параллель разделили Испанию, Португалию, да, вот-вот, примерно то же самое. И дальше каждая группа занимается своим делом. И, опять же, никакой сбивания конкуренции, там, сбивания цены у них после этого нет. А еще, кстати, я хотел бы заметить, что плохую такую штуку играют с нами курсы криптовалют, потому что биткоин растет, а цену в биткоинах говорят ту же самую. И просто там понимаешь, что уже там в четыре раза цена возросла, как бы вот, ну, в реальных деньгах, там. Сейчас немножко упадет, и я тогда куплю. Да-да-да-да-да. Ну, что-то типа того, да, у меня там массив какой-то, я куплю, когда курс упадет. Такая та же история есть. Такая же здесь фигня, например, когда те же самые шифровальщики, которые работают по России, очень часто, ну, все знают, им можно сделать одноразовый кошелек, но это нужен человек, который бы сидел, регистрировал это все, поэтому ленится, и иногда делают один кошелек для нескольких жертв. И в результате, когда во время переговоров, неважно, ты расшифровал, не расшифровал, но ты в процессе переговоров доходишь, когда тебе дают биткоины, ты заходишь, и ты реально просто можешь посмотреть по блокчейну, сколько они, значит, зарабатывают. И я абсолютно согласен, что ребятам вот в последние недели им требуется больше заражений из-за того, что им нужно держать уровень дохода в районе, там, типа, 20 тысяч долларов в неделю. Иначе насяльник будет ругаться. То есть курс играет не на их сторон. Однозначно. Все против них. Не будем жалеть. Заговорили про деньги. Давайте поговорим тогда вообще про сам, ну, то есть мы говорим про стоимости. Что поменялось на рынке, какие, что стало дороже, что дешевле в Даркнете. Ну, для того, чтобы у всех было понимание, насколько просто добраться до каждого из нас. Насколько просто добраться до инфраструктуры. Леш, там, мы все время тебя в конец составляем. Начнем. Ты начал говорить, что сколько стоит. может сначала было бы неплохо вообще понять и рассказать, что там происходит. И очень жалко, что мы не пошли на один эксперимент. Очень сильно хотелось посмотреть, допустим, учетки по утечкам. Да, вот у нас есть посетители нашей конференции, а кто вообще задумывался, что на них есть, что на них продается и где они засветились. Это там тот вопрос, который очень часто можно найти ответ на этот вопрос, покопавшись чуть поглубже. По стоимости детализирую, о чем мы, что именно. Что продается, что дешевле стало, что дороже за последнее время. Пробивы давайте. Пробивы, но пробивы стали дороже. Прямо раз в 10. Ну, 10 это в прыжке, но да, дороже. Серьезно, причем это были же большие кейсы, неважно, политически, не политически. Подзажали гайки везде, и это как бы сказалось на цене. Причем, мне кажется, не настолько сильно подзажали гайки, насколько сильно прыгнула цена. Ну, есть такой момент. Могу еще сказать, что цена без справок увеличилась. То есть, если раньше освобождение от визры стоило недорого, не я, это друг рассказывал. Вот, то есть сейчас, соответственно, учитывая, что QR-коды и требования рынка, скажем так, очень много желающих приобрести QR-коды, то цена тоже самое в несколько, в 10 раз подскочила. Если бы тебя в Касперском спрашивали до сих пор освобождение от визры, я бы прям много вопросов бы задал работодателю. Ну, странно. У QR-кода вообще новая тематика, на самом деле. Как только мы придумали новую технологию, которую начали активно все использовать, тут же на нее появился и соответствующий спрос. у нас. Если мы говорим про, опять же, какие цены упали, то массовые дампы. И это такая штука 2021 года, что ценность, ну, например, выходит там продавец на какой-нибудь форум и говорит, значит, у меня там, типа, не знаю, 10 миллионов адресов электронной почты или прочее, прочее. то цена на эти дампы массовые, они постепенно падают. И более того, актуальность данных, которых в этих дампах, она тоже падает. И, может быть, вперед немножко забегаю, что если мы говорим, что что-то продается в дарквебе, там тоже очень много мошенничества между собой. То есть, злоумышленники друг другу тоже не доверяют. Обмануть обманщика это отличная история. Поэтому актуальность вот этих данных, она все время под вопросом. И чем дальше, тем, соответственно, они менее актуальны и тем меньше на них цена. Я, кстати, дополню. Если ведем мониторинг, понятно, мы, наверное, все в интересах тех или иных клиентов и появляются действительно какие-то базы, начинаешь чекать их и понимаешь, что это компиляция каких-то старых вещей. То есть, то, что они там друг друга нормально песочат, ну, то есть, нашекивают на деньги. Это прям история, там, common story. И еще, кстати, замечу, все говорят, продаются дампы большие там. Вот кому из вас нужен дамп? Ну, то есть, по сути, обычный человек это не покупатель. Покупатель это как раз колл-центры, кто их там будет пробивать. Если мы берем какой-то сэмпл и начинаем там его изучать относительно там какого-то того или иного клиента, да он в первую же минуту уже роздан дежурной смене, она уже начинает это все дело обзванивать. Есть конторы, которые специализируются и работают только по сэмплам. То есть, они их просто мониторят и первыми выцепляют. потому вот эти вот потому бизнес не очень чувствует восприимчивость к этому риску, она так понижается. Очень много этого становится вокруг. Не люблю это слово, но толерантность как бы к риску, она возрастает и все, ну, утекло и утекло. Я почему-то боюсь истории, как было, допустим, лет 8 назад, ни для кого в любую компанию пройдешь, скажешь, репутационный риск, скажешь, ха, что у меня там перестанут там шифер покупать, да мне вообще пофиг, ну, то есть, ну, по сути. И потом был всплеск и все такие, ой, нифига себе, перестанут шифер покупать. А мне почему-то кажется, что вот настолько много этого стало всего вокруг, что есть такая тенденция, что через два года чувак на пять скажет, ну, у меня что, перестанут шифер покупать. Как вот Алексей сегодня Лукацкий, вспомнил как раз эту историю, он рассказывал, что, ну, практически не влияет на котировки вот эти вот все истории про сливы. Это даже немножко обидно. Причем пару лет назад это было более чувствительно для вот рынка. А сейчас? Тут причем, Жень, знаешь, еще отдельный кусок истории, что периодически видна ситуация. Со сливом приходит журналист со словами прокомментируйте, что произошло. А этого сроду никогда не было. То есть никаких данных, нигде это не продавалось заранее, то, о чем Серега говорил. Сначала не было продажи, но сразу вылили в журналиста. И понятно, что это чисто, ну, репутационная история. Кто-то пытается на каких-то основаниях опорочить компанию. И это становится настолько много, что из последних, не знаю, 15-20 журналистов реальными инцидентами являлась, не знаю, парочка. У кого какое ощущение? Тут проблема на самом деле глубже стоит. Когда мы говорим о данных, на текущий момент эти данные, да, ну, допустим, данные конкретного физлица. Мы их передали в одну компанию, но параллельно в этом соглашении там мы еще поставили галочку раздавать еще там 3-4-5-10 компаниями. И вопрос становится в том, что очень часто сложно установить, а откуда именно утекло. То есть там, когда ты видишь только маленький объем данных, вот, непонятно, потому что он есть у этих, у этих, у этих, у этих. И поэтому тут отношение именно к репутационным рискам, колебания и так далее действительно затухает. Потому что все привыкли говорить это не у меня, это точно не у меня, ищите у соседа. И вот так вот по кругу. Я скажу так, что за последние несколько лет ситуация улучшилась, потому что появились всем нам известные телеграм-каналы, где регулярно появляется информация о том, у кого, не то, что где-то там произошел, там четко называется, где произошел слив. Ведущие некоторыми информационными и блогерами в том числе, да? А что? Ведущие некоторые и блогерами в том числе. Вот. И скажу так, что чем дальше, тем больше эти компании обращаются к специалистам для выездных мероприятий и реагирования на инцидент. При этом они обращаются чаще, потому что действительно журналисты, и вы что, да мы на них в суд сейчас подадим, этот инцидент не у нас. А когда ты приезжаешь и говоришь, ну давайте там, где этот сервер, сейчас мы сейчас это опишем, начинается следующий разговор, ну даже ко мне приходит директор, ну то есть там есть владельцы бизнеса, да, а есть директор, который отвечает за безопасность. И он подходит ко мне и говорит, Сергей, а можно сделать так, чтобы этот инцидент, вот слив, произошел до того момента, как я устроился сюда на работу. Пожалуйста. Я такой, слушай, мужик, ну как бы, я вообще как бы что вижу, о том пою, а уж где ты работал, значит мне вообще пофигу. Скажу уже так, что количество таких выездов на инциденты после публикации в Телеграм-канале, оно увеличилось, а что уменьшилось? Уменьшилось количество правды в этих Телеграм-каналах. То есть те дампы, которые, ну там, не знаю, сообщения, скриншоты с форумов, которые публикуют, типа вот там вот такой-то компании, значит, мы скоммунизили такую-то базу. Ты приезжаешь, а этой базы там физически нету. И это реально компиляция по Даркнету, значит, Ctrl-C, Ctrl-V, сделали вот эту штуку, и дальше ты действительно пишешь заключение, что таких сведений просто физических нету в этой компании. Ложное минирование. Такого становится больше. Ложное минирование, по большому счету. А мы прыгаем всю ночь потом вот с этой сфигнением. Хорошо, если только ночь. В общем, работ у нас становится больше. Иногда становится больше, потому что мошенники мошенничают сами над собой. Но это, наверное, неплохо, потому что то, что заказчики осознают проблему и пытаются разобраться с теми данными, в общем, неплохо. Давайте действительно немножко поговорим про как-то «А вот нас взломали». Ну, не нас, надеюсь, и не вас, а кого-то синтетического взломали. С других залов. Вы молодцы сюда пришли. Секция регулятора уже закончилась, да? Откуда? Из технологии сок кого-то взломали. Пусть оттуда. Что можно, что нельзя делать? Какие типовые ошибки в этом месте можно допустить, вызывая кого-то из нас на работу? Давайте. Там у каждого реестр пунктов на 20. Больной, давай, Леша, ты начинай. Что-то горячее болит. Да, пункт номер один. Вызвать не сразу. Под пункт этого пункта долго бороться с этим самостоятельно. О, заниматься самолечением, я понял. Да, вот как с болезнями мы сами дома лечимся, так же и в информационной безопасности. Долго лечиться сами. Дальше вызывают, но не доверяют и не дают все. Пункт номер два. Надо быть готовым к тому, что в инфраструктуре придется прям покопаться, скорее всего, большой доверенностью. Надо быть готовым пустить во все места, на все сервера и даже на свой личный сервер, который ты решил опубликовать на периметре компании для того, чтобы удобнее было что-нибудь перекидывать домой в нарушение всех политик информационной безопасности и так далее. Раз, два, три. А дальше скорость. Передавай слово. Спасибо. Ну, да, соответственно, самолечение это проблема. Если вы знаете, есть цикл, на самом деле, у САНС, например, или просто в документах по инцидент-респонсу можно найти такие шесть пунктов. Подготовка к инциденту, скоп, анализ. И есть люди, которые очень быстро, особенно это IT-департамент, это наши любимые IT-шники, админы, которые, узнав, что компьютер там был потроган злоумышленниками, сразу восстанавливают на нем золотой образ. Вот, мгновенно. Эта система скомпрометирования, ее в топку, в адскую топку. И, собственно говоря, без понимания на самом деле скоуп работ, как злоумышленник распространялся, как он закреплялся в компании. Без этого заниматься вот этим самолечением, это феерическая чушь. и это проблема как раз, скажем так, незрелых компаний, и где люди боятся, это проблема, то, что ты говоришь, они реально боятся. И когда ты приезжаешь на инцидент, ну, если там хозяин компании, да, владелец компании, он как бы понимает, что он вызвал водопроводчика, у него трубы текут, и он водопроводчик. Это люди, которые там, значит, за этими трубами следят, они говорят, нафига он нам нужен, сейчас мы тут сами все сделаем. И у них начинает, опять же, они начинают, например, бояться, что ты приехал за их кровью. Слушай, ну, на самом деле, я чуть-чуть тебя добавлю, у меня были прецеденты, мы приехали в компанию, расследуем инцидент, причем инцидент еще в активной фазе. Да, да, да. Нас каждый вечер спрашивают, что там, как результаты, тоже там генеральный директор, владельцы, рассказываем, а на утро приходим и узнаем, что хоп, минус два айтишника из чата удалились. Как бы у кого информацию получать? Мы вчера у него просили вот это вот, кто нам сегодня это даст? Сейчас мы найдем с рынка нового, он вам даст. Слушайте, а давайте я поспорю. Вот с термином, что нельзя ничего делать, он такой, до моих задачах, очень спорный. Вот мы медицинскими терминами тут общаемся, и я скорее вспоминаю, не знаю, вот я болел недавно. Что сказал врач? Пока у тебя температура 38, ну ты там лежи и жди. Мы тебе пока КТ сделаем, потом что-то еще сделаем, потом анализы дождемся, 48 анализа в крови, а вот если 39, то, брат, начинай лечиться. И ведь на самом деле ситуация с IT-компанией в этом месте вполне логичная. То есть все же напрямую будет зависеть от того, где ты нашел проблему. Проблема в том, что в большинстве случаев никто не может сказать у него 38 или 39. Все такие, ай, аларма, я нашел что-то здесь. Мега-супер критичное, мега-супер страшное. Значит, 40. Если бы я скажу так, если температуры, то вообще-то в компаниях они прекрасно знают, где у них самое ценное. Да, все так. И они знают, что до тех пор, пока вирус на компьютере там у Аллочки, секретаря, да, всем пофигу. А вот когда в закрытый периметр полезли, где нету, например, домена и только там через джамп-сервера. Тут уже, это реально 40. И тут уже надо лечить. Поэтому, говоря о том, что нужно не заниматься самолечением до тех пор, пока не увидели весь скоп, все компьютеры. Как только вы увидели, все, вы сдали все анализы, с вами все понятно, диагноз вас известен, вот вам лечение. Но если у вас температура, то, извините, мы сами приняем решение о том, что, а вот теперь давай доставай золотой образ. И вот теперь мы будем все восстанавливать и лечить. Но до тех пор, пока это не скажет специалист, который за это башкой отвечает. Лучше этим не делать. Ну, вы на самом деле топ назвали. Я вот сейчас тогда, маленькая история. Есть такая группировка сайланс, все, думаю, сталкивались. Они очень классные, интересные, в плане, с ними интересно, их интересно расследовать. и они реально зачищаются. Так вот, чтобы более красочно даже показать то, что сказали ребята, так вот админы еще лучше зачищаются. После них вообще ничего не сделать. то есть там уже такими кусками просто никакого пазла и мозаики не сложится. А вот, когда приходят ребята и начинают из бэкапов все поднимать, все затирать, и потом просто, когда уже сделали, на всякий случай позовем-ка мы форензиков и узнаем-ка, а все ли у нас в порядке. Ну, классно ребята, позвали, спасибо. Ну, еще, кстати, мы все не затронули финансовую сторону, она тоже зачастую больная, там люди начинают крейт и экономить, там, и опять-таки, когда до компьютера Аллочки не добрались, для них это должно стоить там какие-то прям небольшие деньги, а вот компьютер Аллочки сразу очень большие деньги. И люди не понимают зачастую там в компаниях, что от вот того, где сейчас находятся злоумышленники до компьютера Аллочки совсем-совсем недалеко. Вот это непонимание, оно как бы там частенько мешает, и получается там презентация услуги там в какой-то цирк превращается, и начинаешь там рекламировать, рассказывать, туда-сюда. Да, ребята, вас тут уже спасать надо, у вас уже пожар, как бы уже пора. Знаешь, Жень, бывают очень разные истории, где-то на заре нашего старта Джейсоковского мы пришли к одному из заказчиков, подключили его в пилотный проект, и видим такие очень странные сетевые активности, начались два дня назад на одном из айпишников. Смотрим, это Arm KBR. Мы говорим, ребята, что происходит, а не ой. Выяснилось, что айтишники переставляли Arm KBR и не нашли ничего умнее, чем за термом KBR со зверь-сиди. История старая, 13-й год, в то время еще винда дорого стоила, у айтишников она всегда была, ну и зверь-сиди, кто знает, популярный дистрибутив, торренты, если у кого-то есть, здесь можно скачать, 13 килогеров, не надо, 8 троянов, но поэкспериментировать для реверса, чисто-чисто, не для того, чтобы на компьютеры ставить. Кто чем занимался, да, серая тема? Нет. Вы, кстати, ответили на вопрос, я не ответил. Оставим этот комментарий, да. И я про то, что бывают ситуации, когда резать, не дожидаясь притонита, но в чем согласен, резать должен профессионал. Когда ты зовешься бабушку с соседнего подъезда отрезать тебе ногу, наверное, плохая история, но иметь на горячей линии номер какой-то, ну не знаю, на правах рекламы всех, одной из четырех компаний и быстро позвонить с возникновением ситуации. Это, в общем, скорее важно. Иногда действительно лучше не медлить, но сделать все правильно. Так. Я еще один пункт добавлю. На самом деле. Не знаю, я еще ни разу не видел, когда клиенту становилось лучше, если он в параллель вызывал три или четыре команды. Давайте устроим соревнования в рынке. Там обязательно это происходит. Какое соревнование? То есть там смысл в том, что у тебя во время реагирования это нормальная история, что мы пересекаемся и более того, даже между собой. Да, но Сережа, перебью тебя, мы-то общаемся и мы сразу отходим с Вовой, с тобой, с Лешей и говорим, ребята, там сейчас наверху что-то творится, там что-то сейчас клиент решил позвать всех. Ну, мы же все равно договорим. А они, ну, на самом деле, это лучше-то не сделает. Ну, на самом деле, если работает команда и работает, это нормально, потому что все здесь сидят с очень компетентными, полноценными командами, которые могут полностью от этого закрыть. Очень прикольно, когда ты такой пришел, что-то забрал, а тебе через два часа говорят, ой, слушай, а мы забыли тебе копию дать, мы тебе оригинал отдали. Тут вот, давай-ка сделай еще три копии. Ну, ребят, еще разок, я просто расскажу опыт, например, работы с западными ребятами. То есть, когда он, то есть, один человек респондит, а второй делает форенсику. Ну, то есть, и дальше клиент, он просто... Я думаю, что Леша про другое сейчас сказал. Ты говоришь про то, что есть куски, и на них зовут команды, а Леша говорит, когда есть кусок, и на него натравливают сразу, всех четырех. Когда тебе на анализ, на форенсику, одни и те же данные отдают сразу в несколько мест. Надо еще оценивать, кто быстрее. Ну, это очень непродуктивно. А, это вот эти смотрины, да, вот эти знаменитые? Я все время проходил их. Нет. Их все проходили. В общем, не челленджите нас между собой. Мы плохо на это реагируем. В общем, пользу это большое не приносит. Ну, и про детсажерянную медицинскую историю как-то тоже важный кусок. Если ты простыл, из того, что ходил без шапки, шапку надо одевать. Это я в том числе и самому себе говорю, потому что я простываю и снова хожу без шапки. И, по-моему, это такой очень яркий кейс, когда все нашли, все зачистили, все вылечили и… ничего не сделали. Ничего не сделали. У меня есть в этом месте одна из ярких историй. Я хотел для всех, если ты подсединился, расскажу здесь. В 2014 году мы посередине года попали на одного из заказчиков. Он был такой хороший, под комплайнс, под PCI DSS. Туда пришел Карбонак. Карбонак, да? Осен Карбонак. 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 Не пугать с Карбофосом, да. Ну вот. И из банка забрали 250 миллионов. Прямо серьезная сумма, большая. Мы пришли на расследование, разобрались, сказали, парни, у вас вообще CM есть, VAV есть. Все же нормально. Можно нормально ловить. И наше… Мы давайте вам запустим сервис, и это не повторится. И стоило это… Ладно, сайлов нет. В прошлый раз мы их выгнали из зала. Где-то 15-20 миллионов рублей в год. Что сказал заказчик? Знаешь, говорит, уважаемый, в одну и ту же воронку пуля, снаряд два раза не попадает. Не помню, сколько прошло времени до возвращения, но прям не очень много. Ты хочешь, чтобы я это как-то прокомментировал? Попадает, попадает. И более того, у нас, например, когда ты сделал… Ну, то есть ты закрыл инцидент, отдал отчет, и тебе через несколько месяцев приходит, что снаряд опять попал. Дальше возвращаешься к заказчику, начинаешь смотреть, что произошло. В конце каждого отчета есть рекомендации. Это, ну, как к врачу приходишь, он тебе выписывает лечение, там, рецепты на лекарства. И вот если ты игнорировал вот эти вот лечения, назначенные врачом, и ты опять заболел и прочее, так вот, врач претензии не принимает. Я, кстати, скажу, у многих может сложиться впечатление, что это какие-то огрехи русского менталитета или какие-то вот такие истории. Нифига. Европейский банк, там, не знаю, по-моему, два года назад или год назад было, тоже все сделали, все зачистили. Мы говорим, ребята, вот у вас, знаете, вот у человека есть… Мы на сцене, да? Ну, короче, вот ты торчишь голой попой наружу, и ты должен, как бы, одеть штаны. И мы объясняем, что придут еще раз. Окей, окей, вы кучу бабла сейчас потратили на ресторанус, но на расследование, реагирование, расследование там пойдет дальше. Но оденьте штаны. Нифига. Через три месяца вынос просто скорых счетов. Ну, тут как бы что говорить. И нам тоже сначала, как же, вы же прореагировали. Нам тоже обидно, мы же тоже отвечаем за свою работу башкой. То есть нам же обидно, что мы, блин, потратили кучу, не знаю, 400 часов работы, да, на что? На то, чтобы еще раз… Нам реально обидно. Нас переиграли какие-то вот эти вот ребята. Вот эти, то, что мы называем АПТ, да, вот это все. Нас переиграли. Но еще разок, претензии, то, что, ребят, не принимаются. Ну и заканчиваем нашу медицинскую секцию. Как-то короткое резюме. Не лечитесь сами, доверяйте своему врачу, надевайте шапку и надевайте штаны, если они стали причиной вашей простуды. Наверное, это мы заканчиваем. Спасибо.